Хьюстон, это база спокойствия. Здесь большие объекты, огромные. Это чьи-то космические корабли. Они на другой стороне кратера. Находятся на Луне и наблюдают за нами. База спокойствия. Что у вас происходит? Опишите, что вы видите. Хьюстон. Видим небольшой свет, но некоторые каменные блоки могут держать его внутри. Видим что-то похожее на следы танка. База спокойствия. Если свет станет ярче, немедленно возвращайтесь. Это почти дословная реконструкция переговоров Центра пилотируемых полетов НАСА в Хьюстоне с астронавтами Нилом Армстронгом и Базом Олдрином, которые в тот момент находились в кабине лунного корабля «Орел». Посадочный модуль миссии «Аполлон-11» отошел от командного отсека на орбите и совершил мягкую посадку на лунную равнину недалеко от юго-западного берега безводного моря «Спокойствие», где и произошла встреча с чужим кораблем. Когда первые Аполлон-11, Аполлон-12 прилунились и передали информацию, которая говорит о том, что действительно на Луне существуют какие-то внеземные формы жизни, причем они имеют технологическую такую основу. Никому так и не удалось выяснить, что это были за объекты, которые наблюдали с борта «Аполлона-11». Но в рассекреченных недавно архивах НАСА есть неопровержимые доказательства того, что подобные контакты в космосе происходили со времени первых полетов на Луну. Многие экипажи встречались с неопознанными космическими объектами. Шестую экспедицию с Луны, американскую экспедицию, ее прогнали, что якобы Луна настолько занята и не одной, а различными цивилизациями. Это я много раз слышу. Более того, сейчас же и уфологи, и прочее, 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 много же ведется, так сказать, разговоров и передач по этому поводу. Вот. И они лишний раз подтверждают вот такое положение вещей, что да, Луна, она не совсем проста, и кто-то ее когда-то даже допускает, что это искусственно созданный спутник Земли. О чем собирался рассказать первый лунный астронавт Нил Армстронг незадолго до смерти? Почему был убит Джон Кеннери? Что США и СССР сделали с найденными артефактами магического подразделения СС? И почему в НАСА и Пентагоне очень выборочно пропадают документы и материалы, касающиеся лунной программы? Ответы на все эти вопросы могут храниться на высоте 384 тысячи километров на Луне. Но наш естественный спутник, самое близкое и в то же время самое таинственное небесное тело, надежно хранит свои тайны. Новость о первой высадке человека на Луну, облетевшей мир 20 июля 1969 года, стала самой сенсационной и в то же время самой скандальной. До сих пор не утихают споры, связанные с фотографиями астронавтов. Якобы они были сделаны на Земле в специально оборудованном павильоне. Многие эксперты согласны с этой версией, но по их мнению она не исключает и даже подтверждает факт высадки. Американцы были на Луне, но они сами заинтересованы в том, чтобы распускать такие слухи. Высадка состоялась, но некоторые кадры видеохроники могли быть подмонтированы позже. Это была очень жесткая гонка между двумя странами, причем гонка, где речь шла не просто о победе космических технологий, но о доказательстве преимущества той или иной общественно-политической, социально-экономической системы. То есть это была часть глобального противостояния. Можете себе представить, как Советский Союз был заинтересован в том, чтобы вывести империалистов на чистую воду, показать, насколько они живы, насколько они неискренны. Ну, и если Советский Союз поздравил, если Советский Союз признал эту победу, то значит она действительно состоялась. Если избавиться от дипломатического оборота некоторые кадры, многое встает на свои места. Первая лунная экспедиция действительно увенчалась успехом. Но что именно произошло в населении, и кого именно там встретили первые астронавты, не положено знать никому, кроме ЦРУ и НАСА. Поэтому, по версии некоторых исследователей, был снят нейтральный фильм о пустой и голой лунной поверхности, на которой два астронавта, закованные в скафандры, вооружают американский флаг. Когда пришел 21 век, ситуация несколько изменилась. Стали говорить о том, что американцы летали на Луну не так, как они говорили, открыто, а совершали закрытые, секретные полеты. Ну, в частности, называлось, что такие полеты были, допустим, Аполлон-18 или Аполлон-20, или даже был еще такой проект Аполлон-1, которые преследовали цель секретного изучения Луны. Совсем недавно в НАСА признались, что некоторые сцены фильма о первом полете человека на Луну действительно были реконструированы и снимались в павильонах одной из голливудских киностудий. Так в космическом агентстве подстраховались на тот случай, если во время реального полета астронавты не успеют снять необходимые кадры. Казалось бы, после миссии Аполлон-11 победа Америки в лунной гонке была очевидной и бесспорной. И многие аналитики говорили о том, что разработки пилотируемых полетов к спутнику Земли прекратятся. Однако этого не произошло. В срочном порядке в НАСА стали готовить к старту Аполлон-12. Но к чему была такая спешка? Что обнаружили на спутнике американские астронавты? И почему так стремились вернуться на Луну? Полет Аполлон-11 был, как мы знаем все, в июле 1969 года. И вот тогда, собственно, сенаторы и конгрессы спрашивали одно. Логику, почему Соединенным Штатам Америки надо вернуться на Луну? Для всех тех людей, которые слушали эти слушания, я, и лично я, прослушав их несколько раз, не мог не поразиться очень довольно странной логике. Вернее, не странной логике, странной презентации, которые выступили и Нила Монстронг, и Юджин Серден. Оба говорили примерно так, нам надо вернуться на Луну. Это в наших интересах. Понимаете? Вот нам надо вернуться на Луну. Однако на вопрос о том, почему американцам надо вернуться на Луну, оказался совершенно непрояснённым. 14 ноября 1969 года США осуществили вторую высадку человека на Луну. В составе экипажа были военные лётчики Чарльз Конрад, Аллан Бин и Ричард Гордон. Задача этой миссии – сбор образцов лунного грунта, фотографирование на поверхности и установка на Луне научных приборов. Когда Аполлон-12 выбросил модуль на поверхность земного спутника, произошло странное событие. Вибрации от толчка по лунной поверхности не затухали подозрительно долго, что навело учёных на мысль о том, что Луна может быть полой. В противном случае эффект колокола был необъясним. Исследователи НАСА немедленно предложили довести эксперимент до логической точки. Устроить на Луне ядерный взрыв. С этой целью на Луну был отправлен 13-й Аполлон. Однако странным образом полёт астронавтов был прерван буквально за несколько минут до выполнения задания. Где-то уже на середине пути между Луной, между Землёй и Луной, у них произошёл взрыв кислородного бака. Джеймс Ловил передал на Землю. У нас проблема. Произошёл взрыв. Мы видим рядом осколки, обшивку. Есть утечка кислорода. И будут проблемы с топливным элементом. То есть надо думать сейчас, что мы или принимать решение на возврат, или идти вокруг Луны и штатно возвращаться на Землю. Несколько минут жизни астронавтов висело на волоске. Но им удалось выжить. Что именно произошло с несчастливым Аполлоном, до сих пор точно неизвестно. Наиболее распространённая версия, как положено, официальная. Выход из строя одного из трёх топливных элементов. Но, что интересно, даже она не исключает искусственного происхождения аварии. У них стало не хватать энергии. И, в общем, возвращаться на Землю, посчитали они, было гораздо сложнее по затратам оставшейся энергии, чем дальше в пассивно пройти до Луны, провести коррекцию, чтобы не врезаться в Луну. Это требовало меньше энергии. Вопрос о посадке уже не стоял. Надо было облететь Луну, провести ещё одну коррекцию, для того, чтобы вернуться в поле притяжения Земли. Независимые исследователи считают, что землянам не дали завершить смертоносный эксперимент. Вернуться на Землю им удалось чудом. Но намёк был очевиден. Инопланетная цивилизация, которая давно базировалась на Луне, не хочет, чтобы её тревожили. Наверняка это была, в общем-то, акция, акция устрашения, о том, что мы можем спасти свою Землю или прочее. Ну, понятно, что тем самым мы, по сути, уничтожали и Землю в том числе, потому что исчезновение такого спутника, как Луна, неизбежно приведёт к изменению и орбиты Земли, и угла наклона. И вообще это означает, что Земля пойдёт в разнос. Учёные иногда напоминают вместе с военными детей, которым попали автоматы Калашникова. Они нажимают, стреляют, не понимая, что за этим следует. Перед американцами встала дилемма. Или вовсе отказаться от исследования земного спутника, или же попробовать вступить в контакт с неизвестным разумом. Человек выбрал второе. Следующие четыре миссии Аполлона прошли более или менее спокойно. Судя по отсутствию чрезвычайных происшествий, экспедиции имели возможность плотно работать с лунным грунтом, исследовать территорию спутника и ловить солнечный ветер. Астронавты доставили 382 килограмма камней и грунта, с нашего естественного спутника, которые были, конечно, очень досконально изучены. Ну а самое главное, наверное, то, что, как сказал сенатор Абрахам Ридыков, мы убедились, что если можем достичь Луны, то нет ничего такого, чтобы мы, люди, не смогли сделать. Но в самый разгар исследований лунная программа была неожиданно свернута. По мнению экспертов, на Земле был озвучен только повод, а истинная причина находилась далеко в космосе. Они перешли некую грань, когда стало понятно, что слишком много узнали, слишком далеко заглянули. И, в общем-то, было сказано, что все, Луна закрытая территория, больше сюда не надо летать. Или другая версия, что к этому моменту вот этот инопланетяне настолько уже глубоко проникли, в общем-то, в структуру управления на Земле, что они в состоянии были просто влияемым усилием прекратить вот это испытание. В частности, Никсон издал приказ о приостановке финансирования, и все остановилось. С остановкой, равно как и стартом американской лунной программы, также связано множество тайн. После того, как первым космонавтом стал гражданин Советского Союза Юрий Гагарин, Америка не могла не ответить на брошенный вызов. Джон Кеннеди в своем обращении к нации пообещал, что первым человеком на Луне станет гражданин США. Президент-демократ, запустивший масштабный проект Аполлон стоимостью 25 миллиардов долларов, так и не застал его триумфа. И тому были достаточно серьезные причины. Никсон очень не любил президента Кеннеди, поскольку считал, что Кеннеди украл у него голоса на выборах 60-го года. Ну, действительно, есть определенные основания полагать, что имело место не то, что подтацовка голосов, но используя неких таких неофициальных рычагов, которые изменили исход голосования позже Кеннеди. Известно, что определенное участие в предыборной программе президента Кеннеди, ну, тогда еще Джона Кеннеди принимал глава Чехарской макии Сэн Джон Канна, и есть точка зрения, что Джон Канна через подконтрольному профсоюзу убедил многих представителей американского рабочего класса проголосовать за Кеннеди. Незадолго до покушения Кеннеди встречался с Юрием Гагариным и Никитой Хрущевым. От протокольной части встречи, на которую были допущены журналисты, осталась фраза о том, что советский космонавт сумел переулыбать американского президента. Подробности закрытой аудиенции неизвестны до сих пор, хотя сам по себе факт достаточно красноречив. Джон Кеннеди предельно четко обозначил вектор своих интересов. Выступая на Генеральной ассамблее ООН 20 сентября 1963 года, Кеннеди высказался за проведение совместной советско-американской программы освоения Луны. Кеннеди был главным инициатором американской программы полетов на Луну Аполлон. И вдруг, где-то спустя два года, он совершил какой-то резкий такой разворот. Программа была провозглашена как программа восстановления американского престижа, доказательства американского преимущества или превосходства. И вдруг Кеннеди очень довольно неожиданно меняет какую-то политику. Вдруг предлагает вместе лететь на Луну, при этом с тем, чтобы сэкономить силы, энергии и ресурсы. Чем был вызван этот поворот, осталось непонятным и неизвестным. Независимые исследователи считают, что американское и советское руководство несколько десятилетий... Удалось ли советским ученым установить контакт с лунными обитателями? Прямых доказательств нет. Однако существует версия, что именно после этого полета СССР принял твердое решение отказаться от дальнейшего исследования Луны. Похоже, нам откровенно намекали на то, что земляне здесь не самые желанные гости. И в отличие от заокеанских коллег, Советский Союз на нем понял. Средства наблюдения фиксировали активность на Луне, какие-то огни, объекты, которые перемещались. То есть стало понятно, что это где-то было в районе Штильсти, 1962-1965 года. Стало понятно, что Луна обитаема, и тот, кто обитает там, отнюдь не земляне и не испытывает особых дружеских чувств к нам. Возможно, именно об этом разговаривали лидеры двух сверхдержав на тайной встрече в 1963 году, когда американский лидер предложил объединить усилия в поисках инопланетного разума на Луне и получил от СССР решительный отказ. Однако Кеннадий не успокоился. Он дал распоряжение провести полную ревизию всех материалов, так или иначе связанных с инопланетным присутствием на Луне, и приготовить их к передаче советским коллегам. Престиж Соединенных Штатов Америки был очень подорван. Полетом Гагарина, первым спутником, первыми запусками наших зондов к Луне американцам нужно было взять реванш. Эта идея была понятна. Зачем лететь на Луну? Для восстановления космического престижа. Для того, чтобы доказать, что американцы являются первыми в космосе. Сегодня нужно найти какие-то другие основания, чтобы оправдать программу, которая стоит десятки миллиардов долларов. Понимаете, поскольку программа стоит десятки миллиардов долларов, она тоже должна учитывать общественный интерес. Поняв, что Советский Союз не намерен подключаться к освоению Луны, Кеннеди оказался в политическом тупике. Республиканцы требовали отчета за потраченные средства налогоплательщиков. А прекращение лунной программы закрывало поистине невероятные перспективы контакта с инопланетным разумом. И президент Америки принял единственно верное в той ситуации решение – обратиться к народу, на этот раз полностью раскрыв карты. Нас всегда интересует вопрос, есть ли у нас, так говорится, братья по разуму. Этот вопрос всегда был важнейшим. Понимаете, обращение интереса человека к космосу – это обращение к братьям по разуму на других ли планетах, на других ли звездных системах. И это надо как бы сегодня культурировать. Я уже сказал, подобного рода есть Аполлон-11, Аполлон-15 и Аполлон-17. Вроде бы создалась какая-то ситуация, когда командиры, когда экипаж мог прийти к выводу, что им что-то угрожает. Вот это ощущение угрозы, здесь не надо было думать, что американцев как бы вот прогоняют, да. Вот это ощущение угрозы достаточно было просто довести до руководства НАСА, что эти полеты представляют из себя опасность не только по причине отказа техники, но и возможности возникновения каких-то нештатных ситуаций. Разумеется, Джон Кеннеди не был единственным, кто знал сверхсекретную информацию о возможности контакта с обитателями Аполлона. О планах по ее обнародованию узнали все члены клана Кеннеди, включая брата президента Роберта, который на тот момент был министром юстиции. Понимая, что заявления такого рода предполагают исключительный статус, он принял решение баллотироваться на пост первого лица государства. У перспективного кандидата есть все шансы сменить брата на посту номер один. Он с блеском побеждает в предварительных выборах и уже готовится к окончательной победе. По некоторым сведениям, Роберт собирался анонсировать контакт во время своей президентской речи. Но 5 июня 1968 года он был застрелен на кухне отеля «Амбассадор» при очень таинственных обстоятельствах. Убийца находился перед Робертом Кеннеди и выстрелил дважды. Однако из тела кандидата в президенты патологоанатомы извлекли 4 пули. Причем 2 смертельных ранения были получены сзади. Ее спасти, но он запаниковал, не сразу позвонил в службу спасения. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Конечно, он избежал тюремного срока, следствие смогло доказать, что это был несчастный случай, но это бросило на него тень и навсегда перекрыло его хуй в Белый дом. Именно эта авария, по мнению следователей, навсегда поставила точку в лунной истории для всей семьи Кеннеди. По официальной версии, программа «Аполлон» закончилась отправкой 17-го корабля. Однако независимые исследователи считают, что был еще один полет. «Аполлон-18» ушел на Луну в атмосфере абсолютной секретности. Какими были результаты этой миссии, неизвестно. Но после этого программа была официально закрыта. Мне кажется, «Аполлоном-17» не закончились исследования Луны. Они продолжались. И в 1976 году отправился «Аполлон-20». Второй момент, что он был настолько засекречен, что якобы участвовали даже наша страна, в то время Советский Союз, именно СССР, и США. Что они делали и зачем они создали эту экспедицию совместную? Как выясняется потом, на Луне «Аполлоном-15» был снят загадочный объект. Так называемый НЛО. Большого размера, диаметром около 400 метров, длиной больше 10-15 километров. Это говорит о том, что Луна является либо базой инопланетной, второй, либо это просто транзитный пункт для переброски каких-то объектов, либо на Земле идет добыча ресурсов, полезных ископаемых, которыми нужны. Это все сортируется и находится на Луне, и отправляет с различной точки Солнечной системы. Однако, понимая, что никакие, даже самые засекреченные государственные тайны не могут держаться вечно, нас уже готовят к контакту. По мнению исследователей, до официального объявления, что мы не одиноки во Вселенной, остаются считанные годы. Более того, в ООН уже создан специальный пост уполномоченного по контактам с внеземными цивилизациями. Был установлен, может быть, не такой контакт, как мы имеем в виду, что контакт при помощи каких-то, при помощи какого-то определенного оборудования, передатчиков, приемников. Скорее всего, был контакт с гораздо, но более продвинутым. Это был телепатический контакт. То есть, они ушли далеко в развитие и, скорее всего, не применяют уже оборудование, которое мы применяем. Независимые исследователи утверждают, что в НАСА давно обладают данными о наличии на Луне инопланетных баз. Более того, исследования в этой области ведутся американцами еще с 1945 года. С того момента, как госсекретарь США одобрил переезд в Америку известного нацистского ученого Вернера фон Брауна, гениального конструктора, а по совместительству бывшего штурмбаннфюрера Ваффен-СС. Немецкий аристократ, получивший звание профессора лично из рук Адольфа Гитлера за разработку ракеты Фау-2. Многие эксперты сходятся на том, что именно фон Браун был задействован в космическом управлении Аненерды. Более того, существует версия, что вместе с фон Брауном в руки к спецслужбам США попали и секретные разработки Третьего Рейха. Известно, что фон Браун выдвигал идею возвести на Луне исследовательские базы. Фактически он настаивал на том, что необходимо как можно скорее наладить контакт с разумной цивилизацией Луны, которая становилась все менее доброжелательной по отношению к людям. 1945 год. Весь мир празднует победу над фашистами. Государства антигитлеровской коалиции обмениваются поздравлениями. Солдаты союзных войск при встрече обнимают друг друга, как братья. И только спецслужбы стран Альянса ни на секунду не забывают о том, что войны начинаются и заканчиваются, а геополитическое противостояние вечное. Американцы, которые помогали, преимущественно Лерклизом, были твердо намерены окупить затраченные в войну деньги за счет трофеев. И похоже, им это удалось. Гитлер вообще очень интересовался оккультной составляющей. И не случайно все его поиски шамбалы, копья, грааля. Он надеялся получить оружие, которое даст ему абсолютное господство в мире. Но Гитлер не успел, был разбит, или какие-то еще причины. И этот флаг подхватили, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки. Среди разработок нацистских ученых оказались стратегически важные технологии. Некоторые были доработаны и обнародованы. Хиросима и Нагасаки прогремели на весь мир. А некоторые были засекречены без срока давности. Потому что сам факт доступа к артефактам, найденным магическим подразделением ССА на Нербе, уже был невероятным преимуществом. В распоряжении американских спецслужб оказались в том числе и разрушения разработки летательных аппаратов принципиально нового типа. О них во время войны сообщали пилоты союзников. Неопознанные летающие объекты, которые периодически сопровождали военные эскадрильи, получили название Foo Fighters. По странному стечению обстоятельств, они перестали появляться в воздушном пространстве Германии сразу после войны. Наши войска захватили стартовые площадки в Чехии и в Польше какие-то оборудования, обломки, оставшиеся после запусков. Американцы захватили, по сути, все руководство этой программы в главе с Вернером фон Брауном и вывезли, естественно, к себе. После допросов и анализа они узнали, что немецкое командование разрабатывало в том числе и технологии, которые они получили из добытых, захваченных остатков неопознанных летающих объектов, в том числе и на территории Гималаев. Получается, что нацистские ученые создавали свои сверхсекретные ракеты, имея перед глазами обломки инопланетных кораблей. Однако эксперты обращают внимание на важную деталь. Foo Fighters были невероятно быстрыми и маневренными аппаратами, но при всем желании не могли быть использованы для межзвездных перелетов. Скопировать технологию в совершенстве не получилось даже у педантичных немцев. Но если бы это им удалось, максимальная дальность перелета на Foo Fighters была бы не больше 400 тысяч километров. То есть точно до Луны. А значит, на нашем спутнике есть как минимум транзитная база, с которой их отправляли. С этого момента началось массовое нашествие неопознанных летающих объектов, которые фактически контролировали любое учение. Они зависали над исследовательскими лабораториями, они зависали над военными базами, были отмечены случаи деактивации ядерного вооружения. И вообще стало понятно, что вот этот инопланетный разум, непонятно что, активно вмешивается в деятельность землян. Естественно, военные не были бы военными, если бы они не поставили задачу схватить, получить объект и вообще исследовать, что же происходит на Земле. Все это привело к тому, что в 1947 году случился Росфилдский инцидент, и тарелки попали в руки американских ученых, которые начали их исследовать и обнаружили, что это сама тарелка, гигантский, в общем-то, чип. Вся оболочка создает из многих управляющих элементов, ну, наподобие нынешних материнских плат и кристаллов, чипов последнего поколения. США получили свой трофей, хотя у стран антигитлеровской коалиции могли возникнуть вопросы к невмеру шустрым союзникам, которые приватизировали стратегическую технологию. Но после того, как города Хиросима и Нагасаки получили удар доработанным оружием возмездия, всем стало не до того. Первое применение атомной бомбы мгновенно расставило новые акценты. Все силы были брошены на то, чтобы не допустить ядерной гегемонии США, и проблема освоения Луны на несколько десятилетий ушла на второй план. С 1972-1975 годов стало понятно, что инопланетяне уже им нет необходимости улетать на свою базу на Луну, они создали свои базы или активно развернули на самой Земле. В частности, в первую очередь, под водой были зафиксированы такие крупные объекты, светящиеся, как вот в Марианской падине, на дне океанов, подо льдами в Антарктиде и в ряде других мест, где фиксировался моментальный вылет и также залет каких-то объектов то ли в горный массив, то ли где-то еще, в Дималаях, в Крыму у нас. Это означает, что Луна уже утратила актуальность, они уже здесь, они ведут свою деятельность и наносить удары везде, где незамечено, значит убивать самих себя. В 1972 году, после закрытия американской лунной программы, Вернер фон Браун, чьи проекты по строительству лунных баз так и не получили практической реализации, был вынужден уволиться из НАСА. Он ушел в большой бизнес. Однако есть свидетельства того, что человек, посвященный в самые страшные тайны 20 века, собирался рассказать о них в своих мемуарах. Но неожиданно фон Браун заболел и буквально через несколько месяцев умер. Черновики воспоминаний ученого бесследно исчезли. Какие тайны собирался открыть человечеству Вернер фон Браун? Некоторые исследователи считают, что в своей книге ученый предъявлял неопровержимые доказательства контакта человека с неизвестной нам цивилизацией. Однако узнать точный ответ на этот вопрос человечеству удастся нескоро. В 2009 году все внимание ученых было вновь приковано к Луне. Американский космический зонд обнаружил на земном спутнике воду. Более того, проанализировав объем данных, полученных зондом, исследователи аэрокосмического агентства пришли к невероятному выводу, что на Луне вскоре может быть найден настоящий подземный океан, в котором могут обитать микроорганизмы. Если там есть вода, значит, есть какие-то органические соединения, которые находятся в воде, которые могут опять же доказать, что существовало, либо существует жизнь, и что, к примеру, можно также найти на Луне те же вот объекты, которые находят на Марсе, к примеру, пирамиды, некие археологические сооружения, остатки. Кстати говоря, постоянно фиксируют некие спутники, которые находятся недалеко от Луны, либо это аппараты свечения на Луне. А недавно стало известно, что на Луне найден крайне важный источник энергии будущего, гелий-3. Уже сегодня этот ключ ядерного топлива называют альтернативой нефти. Стоимость его совершенно фантастическая. В 2009 году один литр стоил 930 долларов. Но Луне по предварительным расчетам этого ценного вещества находится не менее 10 миллионов тонн. А это означает, что населению нашей планеты лунного ресурса гелия-3 должно хватить как минимум на ближайшее тысячелетие. Однако добывать гелий-3 пока невозможно. Человека не пускают на Луну. Быть может потому, что кто-то обнаружил этот источник раньше нас? На Луне есть гелий-3. На Земле он очень редкий, а там его там сотни в тысячи раз больше. А гелий-3 это некое топливо для получения энергии вот примерно такой же как атомная энергия, как энергия водородная. и в принципе если бы научиться ее использовать то это конечно для Земли очень важно. Эти уникальные открытия на Луне снова пробудили интерес к нашему спутнику. Еще в 2004 году Джордж Буш распорядился создать программу по покорению Луны созвездия. В России к этому времени уже разработали свой план по освоению земного спутника. Фактически готов проект российской лунной базы. Более того в Роскосмосе заявили, что к 2036 году намерены сделать Луну обитаемой. Речь идет о глобальном промышленном освоении спутника. Луна представляет прежде всего интерес как уникальная база для астрономических исследований. Для того чтобы взглянуть подальше в галактику что мы можем там найти дальше. в общем жить на Луне немного хуже чем жить в Антарктиде по своим условиям. И первое что должны люди там сделать это создать серьезную научную базу. И если мы будем говорить серьезно о Марсе то я думаю одно из направлений это использование Луны как поэтапное исследование Марса вначале на Луне создать промежуточную базу а потом с Луны уже лететь. С 2004 года все силы американской астронавтики были брошены на реализацию созвездия. Этот грандиозный комплексный проект должен был оставить след в истории и запомниться миру не меньше чем легендарный Аполлон. Была создана специальная комиссия которая подготовила в ноябре 2001 года состоящая из крупных ведущих американских специалистов которая подготовила доклад. На основании этого доклада долгосрочными долгосрочными американскими целями изучения космоса и в частности пилотируемых полетов был призван был признан проект посылки человека на Марс примерно в 2030 году. И в этой связи полет на Марс комиссия избрала две стратегии полета на Марс. Первая это создание околоземной станции на которой мог бы собраться соответствующий корабль экспедиция модуль и отправка с околоземной орбиты. вторая модель это создание постоянной базы на Луне и отправка космического корабля на Марс непосредственно с лунной базы. Для программы разрабатывалась новейшая космическая техника и параллельно с Россией планировалось создание постоянной базы на земном спутнике. Америка тоже она не резиновая в плане денег. Это первый главный. Во-вторых сейчас Америка абсолютно по-моему не до мощных новых космических программ в силу политического экономического сложившихся обстоятельств. Я считаю что это первое главное. тем не менее в любой момент я думаю что в ближайшие годы Америка продолжит с новой силой с накалом проводить испытания по освоению того же Марса совместно с нами с Россией с европейским космическим сообществом одной стране сейчас такие проекты их не потянуть это слишком дорогостоящие Вот космический корабль Орион который должен был отправить человека на Луну Кроме того к нему уже был создан уникальный модуль Аль-Таир который предназначен для посадки и взлета с поверхности спутника Но в 2011 году президент США Барак Обама неожиданно сообщил о срочном закрытии программы созвездия Официальная версия та же что и с Аполлоном неоправдана высокая стоимость Хотя первый полет корабля на МКС должен был состояться уже в 2015 году А к 2020 году специалисты НАСА рассчитывали завершить постройку целой базы на Луне В чем причина такого резкого отказа от программы которая была почти завершена словно испугавшись чего-то человек потерял интерес к Луне Чисто астрономические наблюдения больше ничего ни в нашей стране ни в Америке китайцы сейчас пытаются делать свою программу Луна выделяют большие средства но я думаю что им одним без нас это реализовывать очень сложно хотя они многие годы пользовались тем что мы наработали и мы американцы 25 августа 2012 года стало известно о смерти самого известного американского астронавта Нила Армстонда первый человек на Луне всю жизнь сторонился корреспондентов несколько лет назад он ушел из НАСА и занимался преподаванием избегая любых публичных воспоминаний о своем историческом шаге однако источники в окружении ледяного капитана говорят что в последние годы он достаточно критично высказывался о космической стратегии США его до такой степени не устраивало сворачивание лунной программы созвездия что он собирался выйти из добровольного заточения и привести некие решающие аргументы в пользу продолжения исследований Луны но как и в случае со многими его предшественниками он не успел ничего никому сказать рядовая операция дала неожиданные осложнения и 25 августа этого года ледяной капитан умер за несколько лет до смерти Армстронга в НАСА разгорелся настоящий скандал в прессу попала информация о том что из архивов космического агентства пропали видео и фотоматериалы с хроникой полета Аполлон-11 независимые исследователи утверждают что из 700 пленок хранившихся в национальных архивах таинственным образом исчезли 698 то есть остались всего две но даже их невозможно посмотреть в оригинале без цензуры более того единственный проектор к которому они подходили тоже исчез пропал из лаборатории после ее ликвидации это рождает сомнения в их подлинности это говорит о том что они не были что Стэнли Кубрик снял в павильонах Голливуда да такие съемки были но это как раз попытка замаскировать то что было на самом деле что контакт был и что контакт был поначалу скорее всего нейтрально дружественным потом мы предприняли что-то что как бы столковано как враждебное намерение и с этого момента по сути вся космическая программа и СССР и США начала сворачиваться независимые исследователи не сомневаются сегодня известно слишком много фактов которые доказывают что Луна уже заселена и человеку там места нет быть может людям совсем забыть о полетах на Луну ведь нам ясно дали понять что не стоит и пытаться претендовать на земной спутник иначе еще одна попытка может быть встречена внеземным разумом как сигнал к атаке и в этом случае развернется настоящий вооруженный конфликт которому человечество пока не готово человек особенно последние 30-40 лет 50 лет страстно мечтает поселиться на Луне и не только на Луне программа Марс-500 которая моделировала отношения экипажа одна из задач была смоделировать отношения экипажа посмотреть как они полтора года подерутся они там рассорятся но и ряд других вопросов ряд других задач это выход на марсианскую поверхность это постройка каких-то модулей на территории Марса уже и вообще-то все к тому чтобы приспособить как-то для жизни людей именно поэтому мировые державы имеющие доступ в космос сегодня устремили свои взоры на Марс оставив без внимания Луну официальная формулировка как правило сводится к тому что все что можно было исследовать на нашем естественном спутнике уже исследовано но эксперты и аналитики которые много лет занимаются этой проблемой убеждены на самом деле Луна закрытая территория на которую человечеству вход воспрещен хотите верьте хотите нет но в 1950 годах США всерьез задумывались о строительстве военной базы на Луне зачем как позже заявил вице-президент Линдон Бэйнс Джонсон это было нужно чтобы американцам никогда не пришлось ложиться спать при свете коммунистической Луны самое интересное что когда речь заходит о колонизации Луны то любой американец а уж сотрудник НАСА и подавно начинает с того что США уже побывали там да вот видимо придется слетать еще раз однако глава аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Джим Бриденстайн на днях заявил журналистам что цель которая стоит сегодня перед НАСА это не просто совершить пилотируемый полет на Селену еще раз но и закрепиться там навсегда мы не собираемся ограничиваться в данном случае продолжал чиновник установкой флага США и возвращением снова на Землю наши планы и их полностью разделяет сегодняшний хозяин Белого дома Дональд Трамп остаться на Луне по меньшей мере на следующие 50 лет а там время уже покажет что да как обернется причем мы сделаем это совсем иначе чем прочие космические державы наши специалисты будут летать и возвращаться с Луны так же обыденно и просто как скажем сегодня мы путешествуем в Антарктиду стало известно что беспилотный американский аппарат должен будет прилуниться уже в 2024 году причем осуществить эту миссию придется частным космическим компаниям США собственными силами НАСА планирует запустить к 2026 году лунную орбитальную станцию Gateway которая станет своеобразной перевалочной базой для таких космических миссий то есть в отличие от МКС на ней не будет постоянного экипажа при этом руководство космического агентства США не исключает участие других стран в их лунной экспансии которые могут предоставить для более успешного выполнения данной миссии США свои технологии лунные модули транспортные средства и многое другое что будет по достоинству оценено НАСА уже выбраны 9 компаний которые агентство отобрало еще в ноябре прошлого года для помощи в реализации программы Commercial Lunar Payload все они на конкурсной основе смогут принимать активное участие в разработке и ведении самых разнообразных проектов агентства связанных с созданием и развитием лунной инфраструктуры решением научных и иных вопросов например в рамках одних задач будет проводиться разработка и отправка на Луну научного оборудования которое будет использоваться для решения вопросов связанных с различными научными загадками спутника Земли в рамках других будет проводиться разработка и доставка оборудования для поиска и добычи природных ресурсов Луны а также различных демонстрационных технологий которые в конечном итоге помогут основать на спутнике человеческое поселение разумеется самым важным лунным ресурсом который интересует НАСА по крайней мере на данном этапе является вода основные запасы которой содержатся в виде отложения льда в постоянно затемненных областях полярных кратеров спутника кроме того значительные запасы воды содержатся и в пирокластической породе по всей Луне доступ к этому ресурсу позволит не только создать на спутнике человеческое поселение обеспечив нужды будущих колонистов но и использовать ее для производства водорода и кислорода основных компонентов ракетного топлива как замечает портал space.com программа CLPS является лишь частью более обширного плана НАСА по освоению Луны в котором приоритет отдается открытой архитектуре направленной в сторону сотрудничества со многими коммерческими и международными партнерами коммерческие аппараты не единственное что хотело бы увидеть НАСА на Луне одной из важнейших задач новой программы является создание небольшой окололунной орбитальной станции Gateway строительство которой агентство планирует начать в 2022 году станция призвана стать своего рода хабом с помощью которого в дальнейшем будут осуществляться самые разные космические миссии ее планируется использовать как для беспилотных и пилотируемых научных экспедиций в том числе с использованием беспилотных и пилотируемых посадочных лунных модулей так и в качестве перевалочного пункта для отправки миссий в более глубокий космос последним человеком который был на Луне являлся Юджин Сернон побывавший на ней в декабре 1972 года в рамках миссии Аполлон-17 НАСА хочет вернуться на спутник Земли в 2028 году спустя 56 лет однако агентство не собирается просто повторить успех миссии Аполлон установив на Луне американский флаг и вернувшись обратно на Землю мы планируем вернуться на Луну в кратчайшие сроки используя частные компании и нашу инициативу полностью поддерживает президент Дональд Трамп надеюсь что мы будем там уже в 2028 году но на этот раз навсегда мы не собираемся оставлять на Луне флаги и следы и потом возвращаться домой и ждать 50 лет комментирует Джеймс Брайденстайн возглавляющий НАСА по словам Брайденстайна освоение Луны станет очень важным этапом на пути разработки и реализации возможностей пилотируемых полетов на Марс в то же время это не единственная причина по которой США так стремятся на Луну в спину дышат Китай и Россия которые также заявили о своем желании закрепиться на спутнике Земли Россия рассматривает возможность первого пилотируемого полета к Луне и начала строительства лунной базы в 2031 и 2034 годах соответственно Китай также не отстает Китайское аэрокосмическое агентство заявило что в течение года они собираются построить лунную базу с помощью 3D-технологии а колонистов отправят на спутник уже в следующем году чтобы оценить технические аспекты строительства будущей колонии Китай запустит на Луну несколько исследовательских модулей один за другим в этой космической гонке Китай планирует оказаться впереди планеты всей и обогнать США Россию частные компании стране уже удалось раньше других высадить зонд на обратной стороне Луны успешно приземлился в кратере Карман при этом представители CNSA заявили что затраты на космическую миссию были равны строительству одного километра подземки следом за зондом на невидимую с земли сторону спутника приземлился луноход Ю-Ту-2 нефритовый кролик оба путешественника уже прислали фото друг друга напомним Китай заявил что отправит экспедицию на Марс уже в 2020 году но помимо строительных технологий стоит обратить внимание и на системы которые бы поддерживали жизнь людей ограниченные исследования изучали влияние космоса на человеческую физиологию на клеточном уровне и сегодня можно сказать что человеческие органы ткани и клетки очень чувствительны к гравитации но понимания как человеческие клетки функционируют и регенерируют за пределами земли до сих пор нет что будет если астронавт заболеет помогут ли ему земные лекарства если люди собираются жить на Луне на эти вопросы лучше дать ответ может ли Китай США или Россия построить лунную базу да могут ли люди выжить на Луне или других планетах находясь там долго ответа пока нет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...